Слушай, чё-то слави слишком много в этом моде. Наверное, надо её чпокнуть, чтобы с Самантой всё хорошо было. Странное предположение. Не так ли? Так-так-так. Добро пожаловать обратно, ребята. С вами Виктор, и это снова Саманта. Саманта — это мод для бесконечного лета. Кто не в курсе. В общем, прошлая серия была... На самом деле, очень... Чувственная. Давайте назовём её так. Я реально проникся. Не знаю, обычно я как-то так сильно не вникаюсь в такие вот вещи, но вот как-то разработчики этого мода смогли донести даже до меня всю дичь того, что происходило. Ну и на этом вот моменте мы с вами остановились. Давайте продолжим. Шёл ещё один июльский день, очередной в их бесконечной веренице. Я лежал, лениво черкая в своей тетрадке, потихоньку приближая вечер. Меня потревожил необычный звук. Сперва я не придал ему значения, продолжив вычёркивать помятый коровый самолётик из таблиц. Но на секунду, задумавшись о странном гудке, я распознал в нём автомобильный клаксон. Неужели Саманта приехала? Я прям в шоке. Или Марковна? Вванув к окошку, я стал всматриваться в сторону шоссе. Едва различимого за деревьями. И действительно на обочине виднелось что-то белое. Определённо это был автомобиль. Удивление быстро сменилось на радость и ликование. В считанные секунды я уверовал, что ко мне приехала Саманта. Значит нет. Печально. Слезая по лестнице вниз, я успел составить целую теорию, что моё вредное письмо не успело дойти. А раз так, то теперь-то я всё объясню и Сэмми мне это конечно простит. И всё будет хорошо. Это ты? Разочарован. А ты кого ждал? Никого. А с чего бы мне? Значит, это я такую печально гоняю. Я помотал головой и попробовал улыбнуться. Слушай, чё-то Слави слишком много в этом моде. Наверное надо её чпокнуть, чтобы с Самантой всё хорошо было. Странное предположение. Не так ли? Девчонки меня сейчас не поймут. Парни все за. Я помотал головой и попробовал улыбнуться. Какой-то ты сегодня растрёпанный. Да вот чё-то подрастрепался слегка. Ой, Семён, а ты не заболел? Не, просто проснулся недавно. Смотри как осунулся. Ну точно больной. Хе, точно. Ах, бедняга. Так ты поэтому не приезжал? Нет, не знаю. И я в порядке. Не в порядке ты. Ну болеешь, зачем обманывать? И почему ты не в постели? Тебя встретить выскочил. Не стоило. А чего ты в нашей форме? Вот я привезла твою одежду. У тебя что, другой нет? Да всё есть. Стирка у нас. Форму тоже постирать бы. Слушай, я не могу за тобой следить. Уезжаю вот. Куда? Так всё, домой. Была машина, я попросилась. И сюда заехать. Ты-то обманул, не навещаешь. Прости. А чего ты так рано уезжаешь? Ещё даже не август вроде. Не август, но скоро. Я так и загадывала. Значит, пора. Ага. Хотя я вижу, что тебе нужна помощь. Мне остаться. Я не ребёнок. Сам о себе позабочусь. Но не заботишься же. Да Вольгу Дмитриевну к тебе пришлю. Или Виолу. Нет. Мы всё равно мимо лагеря обратно поедем. Или давай отвезём тебя. Перестань, Славь. Я в своём нормальном состоянии. Мы, мужики, всегда такие. Когда не ждём гостей в юбках. Чёрт. А он ведь прав. Сварись или себе бульон. А Саманте что-то слышно в лагере? Она связывалась с Ольгой. Нет, ничего не слышала. Ты написал ей? Да. Одно письмо. Очень плохое. В каком смысле плохое? Такое, чтобы она не приехала? Ага. И перегнул с этим, кажется. Вот в чём дело. Не послушал меня, значит. Не мог. Тебе виднее, конечно. Но зачем так себя истерзать? Так как там лагерь? Как инспекция? А всё нормально, по-моему. Как-то тётка уехала, больше о ней не слышали. Это хорошо. А сова? Через день после тебя ушла. Исчезла вместе с лодкой. Ольга Дмитриевна сильно злилась. Лодку-то она вернёт. А сама не возвращалась в лагерь? Нет. Ну, Алёна с ней ещё виделась вроде. Ты-то что будешь дальше делать? В смысле? Не знаю. Ничего. Поедешь со мной? Соглашайся! Бери! Не надо мне в лагерь. Говорю же. Не в лагерь. До города. Тем более. Понятно. Ну что тогда? Прощай. Уже? Да. Я же совсем на минутку. А так вроде всё. Ну, подожди. Связь держать будем. Напиши мне с нового адреса. А я отвечу. Лишь бы не к Саманте. Эм. Прости. Глупость сказала. Напишу, конечно. Ну, давай. Удачи тебе в городе. Пусть всё получится. Спасибо. А я... Не знаю уж, что тебя тут держит. Ну, надеюсь, оно того стоит. И желаю всё-таки выбраться как-нибудь. Она подалась вперёд приобнять меня. Наши щёки легко соприкоснулись. Но лишь на миг. А ещё через миг Славя уже бежала к машине. Не впервые нам доводилось прощаться. Но впервые возникло чувство, что это действительно конец. Точка в отношениях. Не таких уж простых, но так и не ставших сложными. Ты правильно поступил. Я никак не поступил. И это было правильно? Возможно. Посмотри, какие хрупкие все эти отношения. Она приехала сюда ко мне. Хотела поучаствовать во всём. Предлагала какие-то решения. Целиком была занята мной, можно сказать. Но проходит какая-то минута. И всё. Закончена наша история. Дальше каждый сам за себя. Чё драматизировать-то? Люди сходятся и расходятся. И не могу раз... Я не могу разбрасываться друзьями. Сколько их осталось? Заводи новых. И новую жизнь, если хочешь. Ты мог бы уехать с ней. Нет. Точно не так спонтанно. А как? Тебе пора решаться на что-то. Время идёт. Саманта в порядке. Что дальше? Я жду от неё письма. Не придёт, ты ж знаешь. Я должен получить ответ. Его не будет. Молчание – это тоже ответ. Только другого рода. И какой срок молчания тебя устроит? Через сколько ты примешь, что всё кончено? Я не тороплюсь. Я кое-что сделал. И должен узнать, что из этого вышло. Она читает письмо, которое он ей прислал, да? Но, наконец-то, это письмо показывают! Вот! Вот, ребята, это место, где нужно было закончить прошлую серию. Ну, я не мог. Я просто в прошлый раз не мог, честно. Вы сейчас меня на самом деле сидите и ржёте, наверное, надо мной, да? Но… Но я не могу. Я всегда ищу такие места, где самое интересное. Ну что ж, давай почитаем. Здравствуй, Саманта. Сегодня получил твоё письмо. Прости, но речь пойдёт только о концовке. О нас с тобой. Это очень важно. Я вижу, ты очень решительно настроена насчёт приезда. Раз так, то и мне нужно быть решительным. Ты должна увидеть, что наше общение – это игра, которая заходит слишком далеко. Да, игра. Тебе, конечно, не понравится это слово, но так оно и есть. Когда-то это была хорошая невинная забава. Мы строили песочные замки, которые никому не мешали. И они оказались крепкими. Простояли два года. Но жить в них всё равно нельзя. Игра не должна становиться жизнью. И не может. Не стану врать, играл я с удовольствием и от чистого сердца. Наша дружба была мне приятна и очень важна. Но теперь я обязан сообщить. У меня есть девушка тут. Понимаешь теперь? Думаю, подробности ни к чему. Ты же смышлёная. В конце концов, ты всегда оставляла за мной это право. Так что моя жизнь устраивается. А за тебя я тоже не переживаю. Даже в то наше лето ты была мне куда нужнее, чем я тебе. Тогда каждый хотел быть на моём месте. Весь лагерь был к твоим услугам. Как и весь мир за ним. Я старался заботиться о тебе. Ты принимала это, но мы оба немного лукавили. Тебе такая забота нужна меньше, чем кому-либо. Но я слишком увлёкся своей ролью. Не сумел держать дистанцию, когда следовало. И потом долго не мог себе признаться, что веду нас в тупик. Даже своим бездействием. Надеялся, что всё когда-нибудь как-нибудь разрешится. Само собой, что ты сама оставишь меня в стороне. Нет, это было наивно и безответственно. Вся вина тут на мне, как на взрослым. Не хочу рассуждать, что ты чувствуешь на мой счёт и почему так вышло. По-человечески мне тебя жалко. Ну и себя тоже. Я устал придумывать решение твоих проблем. Решение только одно. Это письмо. Оно тебя не порадует, но иначе не получается. Ты справишься и будешь в порядке. Не сомневаюсь, что тебя тоже любят. Не просто, как милая личика из телевизора, а по-настоящему. Оглядись вокруг. Жизнь может быть гораздо проще, чем кажется. Счастье достижимо, но ты найдёшь его сама. А я в твоём не могу участвовать. Никак. Дело даже не в том, что это невозможно, а попросту в том, что я тебя не люблю. Прости. Я должен был это написать. Нет, ты не простишь меня. Да я и не жду. Чувствую, что подвёл тебя, хоть и не знаю, в чём конкретно была ошибка, кроме того, что не дал понять раньше. Совсем не хочется так хранить наше общение, но ты видишь, что промолчать я не мог никак. В любом случае, спасибо тебе за всё, Сэм. С тобой связано много светлых моментов, и ничто не забылось, но нужно двигаться вперёд. И если уж такое говорю я, то это действительно нужно. Не сомневаюсь, что тебе уже расхотелось приезжать, и не нужно сейчас, это было бы слишком странно. Но я всё равно буду рад встретиться когда-нибудь, и надеюсь на это. Чтобы мы сели и тихо вспомнили былое, лагерь с пионерами, нашу пьесу, расставание, и долгую переписку после. И все неразрешимые проблемы. Так и будет. Мы ещё посмеёмся над всем этим, но пока немного рано. Пока. Прощай. И... С днём рождения тебя. Твой, Семён. Твой всегда, но сегодня чуть меньше. Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывёт. Я придумал много вариантов этого изречения, пока сам сидел на берегу. Я ждал действительно долго, как раз по инструкции, но не ради проверки китайской мудрости. В этом плане проплывать мимо меня было попросту некому. У меня совсем не имелось врагов. Это было неплохим достижением, но счастье не приносило, потому что с недавних пор у меня не осталось и друзей тоже. С того момента прошла уже пара месяцев, но ответ от Саманты не приходил. А то, что она прекратила писать, подтверждало, что моё письмо достигло цели. Пришёл сентябрь. Моё время. Я уже покинул деревню, а теперь оставалось только попрощаться с Ольгой Дмитриевной. Она уезжает, а я остаюсь, как всегда. Осталось только выслушать последнюю порцию упрёков и не страшных угроз, прежде чем её автобус уйдёт. На этот раз она обещала уволить нас с дедом, а лично меня прогнать с милицией, если я не одумаюсь и не брошу такую жизнь. Но в итоге она снова уступила привычным жестом, махнув на меня рукой. Я остался один. Зато снова во главе всего лагеря. Жизнь вернулась в нормальное русло. Если считать нормальным тот факт, что я порвал отношения с самым дорогим мне человеком. Если считать такую жизнь жизнью, а не существованием по инерции. Не оставалось мотивации, не оставалось смысла в происходящем. Я мог только опустить руки и ждать, пока что-нибудь произойдёт. Но ничего не происходило. Никогда ничего не происходило. Иногда меня раздражало собственное безволие, позволявшее такое сидение на месте. Это смиренное прозябание, нежелание влиять на свою судьбу, не говоря уже о чужих. Но в другие дни моя изоляция казалась не таким уж плохим делом. Не безумолвием, а даже наоборот. Я вспоминал тибетских монахов, которые прославлялись не беготнёй и прочей рефлексией, а именно терпением. Терпение у меня было в избытке. Но прославиться пока что не получалось. Да и более скромных радостей становилось всё меньше. Переписка с Самантой очень поддерживала меня, но этой радости я лишился. И теперь нуждался в какой-то замене. И я перепробовал все доступные мне занятия. Закончив с фанерными планерами, я перешёл на оригами. После засел за пианино, практиковался в кулинарии, клеил картины из осенних листьев и даже пытался ремонтировать скамейки. Но ничто не могло увлечь меня надолго. Так и не найдя ничего лучше, я продолжал привычное дело писать Саманте. Все письма были на русском, ведь отправлять их никто не собирался. Зато так я мог писать куда больше, чаще и откровеннее. Пришла зима, холодная и снежная. В этот раз она стала серьёзным испытанием, возможно, самым серьёзным за три года моей новой жизни. Сперва я даже радовался снегу, по традиции налепив снеговиков, я мог часами любоваться вверенным им лагерем, отбеленным и пушистым. Но вот снега, снега был уже по пояс. Новогоднее настроение без того зашкаливало, а сыпать сверху не переставало. О вылазках в лес, не говоря уже о деревне, теперь не шло и речи. Да и сам лагерь стал почти непроходимым. Я протоптал лишь пару самых нужных дорожек, но и те регулярно исчезали в сугробах. Обновлять пути было очень утомительным делом. В какой-то момент я бросил это дело, и моя линия обороны от лютой зимы сжалась до четырёх стен. Из-за морозов я днями до пропоролёт не вылезал из-под вороха одеял. Я был пленником стихии. Иногда и в прямом смысле, когда моя дверь намертво примерзала на ночь. За ночь. В таких случаях для освобождения мне приходилось поливать дверь кипятком. К счастью, снега можно было набрать прямо из форточки. Но не война с природной. С природой тяготила меня больше всего. Неожиданно для меня самого самым тяжким становилось бремя одиночества. На правах матёрого отшельника я считал такие проблемы пройденным этапом, но всё оказалось иначе. Выходило, что раньше я был не так уж и одинок по сравнению со своим новым статусом. А статус получался уже внушительный. За всю зиму и начало весны я не видел ни одной живой души, что стало своеобразным личным рекордом. Но ничто не вечно, а особенно погода. Мой зимний снежный плен закончился. Пришла весна. Я снова мог ездить в деревню, навещать деда и привозить свежие продукты. С этим моё житьё стало более-менее сносным. С пробуждением природы улучшилось и моё настроение. Теперь почему-то казалось, что с новым циклом лагерной жизни мои дела снова пойдут в гору. И нужно только дождаться первой смены. Быстренько зима прошла, я вам так скажу, а? Стоял тёплый майский вечер. Я лежал на шезлонге, наслаждаясь тишиной и общей безмятежностью. Кроме этих благ, наслаждаться было особо нечем. Но и их у меня внезапно отняли. Я услышал быстро нарастающий шум. Вселенский покой был нарушен неведомым мотором, грохотавшим со стороны дороги. И на автобус это было совсем не похоже. Интересно, кто это на мопеде приехал? В другой раз я бы, пожалуй, действовал осторожнее. Не спешил бы идти на контакт с непрешенным гостями. Но сейчас это акустическое вторжение настолько возмутило меня, что я не раздумывая бросился к воротам. Так, погоди, давай подумаем, кто там может быть? Ну, само собой напрашивается... Саманта? Ну, мне почему-то кажется, что это может быть Алиса. Кто еще на мотороллере может кататься, а? Неужели Ольга Дмитриевна? Хе! Ну-ка давай, угадал я хотя бы один из трех ряда, а? Интересно. Пулей вылетев из-за ворот, я тут же пожалел о такой храбрости. На обочине стоял нарушитель спокойствия, большой милицейский мотоцикл с коляской. Сам страж порядка был за рулем. Не угадал. Хе-хе, не угадал. Уже здесь моей первой мыслью было пуститься в бегство, но я совладал с этим полезным в большинстве ситуаций инстинктом. Милиционер был не один. С ним о чем-то говорил уже вставший из люльки женщина. А, погоди. Она обернулась на мои шаги и я к некоторому облегчению узнал в ней Ольгу Дмитриевну. Все-таки я был прав. Ольга Дмитриевна при... Воу! Уоу! Семен, живой ты тут? Ну здравствуй. Что случилось? Очень рано. Да, вижу ты гостей не ждал. Должно быть речь шла о моей одежде, шортах и рваной майке. а также о неизменной щетине. В этом переполохе я и забыл про свой облик в стиле Робинзона, способный удивить окружающих. В любом случае, это был еще не тот Робинзон последних лет в костюме Адама. Или Адама. Ха, ну да, Адама. Конфуз был терпимым. Меня волновало другое. Пришлось шептать, чтобы второй гость меня не слышал. А зачем он тут? Арестовывать меня будет. Арестовывать? За что? Что? Чего ты тут натворил? Я ничего. Арестовывать за что? За то, что я это я? А, нет, он тут... Считай, что подвез меня. О, может быть это ее хахаль? Правда? Ха, фу, я уж думал все. Все? А вот тут ты прав в каком-то смысле. В каком? Да как сказать тебе? Что-то с Самантой? Нет, что ты... С чего бы? Это был второй выдох облегчения за наш короткий разговор. Просто лагерь закрывается. Ты не удивлен? Что? Лагерь? Да, наш лагерь Савенок закрывается. Почему? Из-за инспекции? Нет, нет, это совсем другое. Тогда что, на ремонт? Просто закрывается, Семен. Да как это просто. Вот такое время сейчас. Государству он больше не нужен. Далеко... Обслуживание дорогое. Чепуха, не верю. Это все поводы, но не причина. Возможно, но это то, что я знаю. И еще один момент был. Какой? Саманта где-то в интервью сказала, что первый приезд в Союз ей больше понравился. В смысле? Хм, только это сказала и все? Вроде как. Это прошлой осенью было или зимой. Ну вот, а у нас в верхах узнали. Ну и сам понимаешь. Не понимаю. Артек понравился больше и что? А, первый приезд. Она же сначала в Артек ездила. А, черт. Семеныч, ты подвел весь Союз. Савенок, блин! Но ведь чем-то мы ей не угодили, раз она сказала так. И Савенок должен расплачиваться. А ты сам ничего не знаешь об этом? Вы же общаетесь? Больше нет с прошлого лета. Да ты что? А чего так? Мы поссорились. Похоже, это она из-за меня так сказала. Ну да, конечно, выходит, это я вас подвел. Вот так новости. Хотя я могла догадаться. Но она ничего такого Савенку не хотела, это точно. Я ее сильно обидел. Так и знала, что когда-нибудь ты это сделаешь. Подведешь нас под монастырь. Я открыл рот, чтобы как-нибудь оправдаться. Но осознал отсутствие малейшего на то желание. В итоге я лишь покорно кивнул. Я тоже ждал чего-то такого, пожалуй. Ох, чувствую, не все так просто. Еще как сложно. Но вина и правда на мне. Ладно. Будем честны. Не в тебе тут дело. Это только сплетни про интервью-то. Уже утешаете? Ну ведь правда, нецелесообразные мы теперь. Что поделать? Думаешь, мало лагерей закрывается? Да и не только лагерей. Нас бы не тронули, если бы был бы малейший шанс, что она захочет вернуться. Это другой разговор. Ну а с чего бы ей возвращаться? Не знаю, но теперь точно не станет. Что же ты ей написал такое? Я отвел глаза и пожал плечами. Все-то девчонки тобой недовольны. Всех-то расстроил. Вот что у тебя за талант. Я пожал плечами во второй раз. Вообще-то не очень хорошо смотрится. Сам знаешь как. Как? Без интрижек тут не обошлось. А это никуда не годится. А вы сами довольны мной? Разумеется, нет. Ну, может, где-то и обошлось без интрижки. Милиционер кашлянул, слез с мотоцикла и прошел мимо нас через ворота. Ольга Дмитриевна двинулась следом, пригласив меня следовать за ней. Подожди меня тут пять минут. Что-то вообще ничего не понимаю, ребят. Ты так и стоишь тут? А где мне стоять? Ну, ты же видел, мы заняты. Сходил бы куда-нибудь пока. Не сообразил. Извините. А чем они там были заняты? Извините. Так, ладно. Сейчас все закроем, опечатаем. Я только вещи какие возьму. И потом назад поедем. Но тебя взять пока не получится. Больно надо? Нет? А ты как хочешь? Никак. Я в деревню вернусь. И что ты будешь там делать? Что обычно? Помогать. Мешать, если надо. Ты разве не понял? Лагерь закрывают. Сторожить тут нечего. А куда же все денется? Без понятия. Это уже не наша главная боль. Ну, а что дальше-то с совенком будет? Как думаете? Не исключено, что ничего. Вот так все и останется. Зарастать бурьяном. Разве это правильно? Это не нам решать. Почему? Я мог бы как-то следить и дальше. На добровольных началах зарплаты-то больше не будет. У меня есть кое-какие сбережения. Не говори ерунды. Что ты там сберег? До конца жизни хватит? Если вовремя в петлю влезть. Ха-ха! Ха-ха! Не отшучивайся! Ты не можешь больше тут ошиваться. Раньше как-то мог. Что изменилось? Раньше по твоему поводу рисковала только я. А теперь тебя никто не прикроет. Если окажется, что ты без права влез на госсобственность, нарушил какие-то пломбы. Это серьезная статья, между прочим. Я понимаю. Не говоря о том, что это просто маразм. Чего ты к этому лагерю так прикипел, а? И теперь не вернешься в мир? Миру и без меня неплохо. Давно надо было тебя врачу показать. Ну почему ты не можешь взять и уехать? Могу. Но куда? Зачем? Я не знаю ни одного человека там. Всех ты знаешь. Меня знаешь. Не считается. Еще как считается. Я готова помочь. Можешь пожить у меня до поры. Серьезно? Ну это как-то... Перестань. Я тебе оставлю адрес. Спасибо, но это неуместно. Сами знаете. Почему? Мы с тобой и на меньшей площади жили. А сейчас я одна живу не проблема. Иногда только сестра гостит. Зачем вам это? Что бы ты ни думал, что я только поучать способна. Поедешь? Нет. Не сейчас. Блин, а вот так подумать... Действительно, раньше так люди, наверное, и поступали. Какую страну просрали, а? Сейчас и увезти-то тебя не на чем. Но ты приезжай. Осмотришься, не понравится, город укатишь обратно. Разве плохо звучит? Неплохо. Вот и решили, значит. Нет, жить я у вас не смогу. Но навестить буду рад. Когда-нибудь. Ладно, сойдемся на этом. Отказываться не спеши. Как-то же надо жизнь налаживать. Вы мне и без того очень помогли. Еще как помогла. Сколько уже? Три года за тобой езжу. Слежу. А ты все мне. Вы-вы. Привычка. Ольгу Дмитриевну позвал ее спутник. Через минуту она снова вышла ко мне. Придется ночевать тут. А то почти ночь, а мы еще не в одном глазу. А тебе есть время собрать свои вещи. Их еще разыскать надо. Тогда мухой давай, чтобы утром мы могли все закрыть. Успею. Мне остаться тут на ночь? Как хочешь. Помощь нам не особо нужна. Смотри сам. Как-то не очень комфортно рядом с милицией. А вы его хорошо знаете? Этого-то нет. Ну думаю он тебя не обидит. А вас? Меня? Ой. Как мило, что ты обо мне подумал. Езжай, Семен. Все в порядке тут. Как знаете. Тогда пойду собираться. Меня не ищи уже. Я завтра сама к вам заеду. Последнюю зарплату отдать. На завтра тарахтящий трехколесный монстр посетила нашу деревню. Ольга Дмитриевна привезла целую пирамиду коробок с вещами из лагеря. Вручить их нам. На бессрочное хранение. Увы, видео магнитофона среди них не оказалось. Прочая ерунда меня интересовала мало. Хотя дед остался доволен. Вожатая торопилась. Уладив все денежно-вещевые вопросы и приняв от нас тоже кое-какие подарки, она тепло попрощалась со стариком. Настал мой черед. Не потерял мой адрес. Я его уже выучил. Вот и хорошо. Буду ждать. Но сперва позвони, если сможешь. Постараюсь. Да, тут на почте телефон есть. Не так уж далеко. Знаю. Звонил кому-нибудь? Славе? Нет. Зачем? Мы обменялись с ней парой писем. И только? Она занятая. И если честно, у нас с ней не так много общих тем. С Самантой больше? Да. Намного больше. Было. Почему так выходит? Как думаешь? Слава меня не очень понимает. Мою жизнь. Как и вы. Вам обеим так хочется повлиять на меня. И это нормально? А как Саманта тебя понимает? Она может тоже не все понимать. Но она чувствует. Знает, что так надо. Но вы поссорились. Так тоже было надо. Она хотела приехать. Сюда? Вот она что. Я не знала. И ты был против? Почему? А вам это кажется хорошей идеей? Не слишком. Но и не настолько плохой. Это спасло бы лагерь. Да, похоже на то. Жалеешь теперь? И без того каждый день жалею. Эта сова меня сбила с толку и пропала потом. Как будто знает, что натворила. Та воровка? А что она могла натворить? Она вообще разве знает Саманту? Нет. Сложно объяснить. Как всегда. Простите, что так вышло с лагерем. Это ты прости за дурные вести. А вина тут совсем других людей. Тех, что решили, что лагерь не нужен. А ты столько старался, поддерживал его. Тебе он был нужнее, нужен больше всех. И вам тоже. И мне. Но теперь нет его. Что поделать? Домики остались, скамейки, забор на месте. А лагеря уже нет. Тебе некого ждать тут. А как вы теперь будете? Еще куда-нибудь вожатые устроитесь? Не думаю. Надо поискать что-то другое. Всем нам. Попробуем. Что еще остается? Пообещай мне, что через месяц тебя здесь не будет. М-м-м. Месяц? Это короткий срок. А сколько тебе надо на сборы? У меня тут дела еще, но через год меня тут не будет, обещаю. Год? Если лагерь снова не заработает. Ты неисправим. Что-то я еще хотела сказать. Вспомнила. Ты мне ключи-то вернешь. От лагеря? Ну, где-то были. Я вяло похлопал себя по карманам. В принципе, можно оставить и у сторожа. Оставьте, конечно. Вдруг тут что? Ага. А ты точно туда не полезешь? А то решишь еще дальше жить. Зачем мне? А решу так и без ключей влезу. У меня ломик хороший есть. Ну, смотри мне. Сразу деду их отдай. Не подведи. Я кивнул, стараясь не выдавать, насколько это важный вопрос. Вожатая меня не раскусила. Пора мне ехать. Жаль. Вы точно больше не вернетесь? Точно. С лагерем попрощалась уже. Теперь с тобой пора. Спасибо вам за все. Кроме ряда случаев. Трехлетней давности? Верно. Ну, удачи вам. По жизни. И с тем драндулетом в частности. Ага. А я тебе ничего и желать не буду. Чего толку? С теми, кто на месте сидит, ничего не случается. Ну, и ничего плохого тоже. Ничего хорошего. Пожелаю, когда в город приедешь. Как обещал. Понятно. Ну, вы еще прогоните меня оттуда. Ребят, прогонишь. Три года из лагеря вытурить не могли. Ну, все, ехать надо. Тогда до свидания. Ага. Береги тут Георгия. До встречи. И звони, если что. Такое ощущение, что Вот, все, кончается. Вот, в пропасть летит. Все, со Славей попрощались. Совенок закрывают. Ольга Дмитриевна пока. Все, с Самантой порвали. Вообще, все, пустота. Где, что, как, откуда, почему, где, как, что. Что, блин. Я б как Семен не смог, честно. Но это вот что, что у него там в голове такое сейчас творится, как. Потянулись безрадостные дни и недели. Лагерь был для меня закрыт. Появляться там я не решался. Но и в деревне я с трудом находил себе место. Потеряв звание сторожа, я не мог оставаться прежним бездельником. Я пытался помогать деду и соседям, но толку от меня было мало. К любому делу я быстро терял интерес и отвлекался. Моя помощь зачастую оборачивалась во вред. Селяне давали задания полегче, уже больше, чтобы просто занять меня, но все снова валилось из рук. А чем меньше мне доверяли, тем меньше я старался. Я считал, что давно здесь освоился, но деревня не стала моим домом. Я никогда не жил в ней ради нее самой, это был лишь перевалочный пункт. У меня был лагерь и было что-то еще. Теперь же весь мир, мой мир, сжался до крохотной деревушки. Здесь не было для меня никакой отдушины. Информационная форточка, выручавшая в прошлые годы, захлопнулась. Ольга Дмитриевна оказалась права, жить в сельской изоляции я не годился. Ну и уехать я все еще не мог, я уже сделал слишком серьезную ставку. Три года собственной жизни, чтобы отступать теперь. Вернуться к началу значило проиграть все вчистую и вернуться к ничему. Каждый день ставка увеличивалась. Вместе с ней рос страх того, что игра была заведомо проигрышной. Я не мог поверить в счастливый конец своей истории, даже придумать такой. Слишком фантастичными получались все выдумки. Еще одна причина не сдаваться автобусу. Блин, я предполагаю, что он пытается сделать. Кто захочет взглянуть в черный ящик своей судьбы, который точно не покажет ничего хорошего. Он походил хочет в совенке досидеть до того времени, когда Саманта должна в реальной жизни умереть. Чтобы она не умерла, потому что как-то, я не знаю, это типа должно спроецироваться и все такое. Но вам лучше знать там гиперболические какие-то там системы сложения многопространственной вселенной. Я не хотел. Здесь у меня оставалась мизерная возможность хотя бы в теории повлиять на судьбу Саманты. Это перевешивало многие невзгоды, оставляя меня в верном злополучной деревне. Но только до поры. Время шло. Терпение иссякало. С последнего письма минуло год с лишним. Все сложнее было верить, что я до сих пор что-то значу для Сэмми. Теперь казалось, что даже напиши я ей снова, письмо пойдет сразу в мусорное ведро. От таких мыслей я и сам себя чувствовал, словно в мусорке. Выброшенным, минимально нужным человеком. Либо максимально ненужным, если смотреть с позиции оптимиста. Раз выходило, что я все-таки стал ничем, то этим статусом определенно можно было рискнуть. И я отправился в лагерь. Серьезно? Я ожидал встретить здесь кого и что угодно. Рабочих на тракторах, расчищенные пустыри и даже каких-нибудь новых пионеров с новыми вожатыми. Но увидел все тот же старый совенок. Лишь непривычно заброшенный для этого времени года. Такой вид мне пришелся по нраву. Теперь я даже пожалел о том, что затянул с переездом. Опасался встречи с милицией. Либо с другими сервятниками, что могли позариться на беззащитный лагерь. Я прошелся по улочкам, иногда заглядывая в окна домиков и прочих строений. Все выглядело как прежде. Выходило, что для меня ничего особо не изменилось. Пусть я лишился своей половины и без того скудной зарплаты сторожа, но и траты мои были невелики. По примерным расчетам выходило, что и на скопленные крохи я мог бы прожить здесь как минимум год. Это меня вполне устраивало. Что нравилось в этой затее, куда меньше, так это мое нелегальное положение. Но с этим было нечего поделать. Для полноценной жизни в лагере мне пришлось бы отпирать запретные двери. Пользоваться казенным имуществом, расходовать его. Визит любого чузака в лагерь грозил обернуться серьезными неприятностями. Чтобы за мной никто не приехал, стоило бы держать мое местонахождение в полной тайне. В том числе и от деда. А это добавляло неудобств. Размышляя, я продолжал бродить по лагере, пока ноги не привели меня к складским дверям. Здесь защита была двухуровневой. Помимо замка, ключ от которого имелся, двери заколотили парой досок, слепленных какой-то официальной бумажкой. Чтобы остаться в лагере, я должен был устранить это препятствие. Но тогда бы пути назад уже не было. Стоило дважды подумать, прежде чем так серьезно приступить к закону. И я подумал, а там через окно влезли как... Блин. Да и выбил доски увесистым камнем. Подумал и выбил доски. Молодец. Семен наш мужик. Минул месяц с тех пор, как я снова утвердился в Савенке. Здесь я был сам себе хозяин, но первое воодушевление по этому поводу быстро меня покинуло. Вернулись старые серые будни, омраченные еще и новой проблемой. Угрозой появления недружелюбных гостей любого сорта. Эта угроза постепенно и закономерно превращала меня в параноика. Не желая оказаться застегнутым врасплох, я даже смастерил систему оповещения о гостях. Импровизированную сигнализацию. Конструкция была проста, но эффективна. Стоило порваться с скрепляющей створки ворот лески, как одна из отдолженных в музыкальном клубе тарелок упала бы на другую. С этим я смог на время успокоиться. Но теперь на передний план выходили другие, более насущные заботы. Мне показалась хорошей идеей обсудить их с Савой, единственной, кому я мог признаться в узурпации лагеря. Несколько дней я потратил на поиски заветной поляны. Прошлогодняя тропка к ней исчезла. Без Алены здесь ходить стало некому. На четвертый день мне удалось отыскать совечник, но уже в неподходящее время, когда настраивать его было поздно. На пятый день я пришел вовремя, но было слишком пасмурно. Фокус, судя по всему, не удался. Наконец, на шестой день я сделал все по науке. Оставался лишь вопрос, ответит ли Сава на призыв, если она вообще ждет сигнала на том конце. Через полчаса ожидания между двух деревьев мелькнул капюшон. Ты, значит... Я, значит... Блин, как я рад тебя видеть, ты не представляешь. Я тебя год не видел! Ну и давайте, ребят, на этой радостной вести все-таки новости о радостном явлении, можно сказать, закончим. Надо, надо тормозить шарманку. Дождались хоть какого-то позитива, а то этот депрессняк просто вдавил меня в кресло, а я что-то уже не рыдал тут. Может быть, вы даже заметили это, еле сдержался. Блин, как так можно, Семен? Давай, хоть с собой зажги по полной программе, не знаю. Улети с ней на луну. Все, ребят. На этом пока заканчиваем эту серию. Ваши комментарии по поводу происходящего, ваших чувств и, возможно, предположение, что будет дальше. Если вы не читали мод, пожалуйста, пишите в комментарии. Ну, лайки, конечно, уже поставили давно, я не сомневаюсь. Делитесь с друзьями, добавляйте в плейлисты. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.